Мы продолжаем следить за заявлениями, которые звучат в эфире программы «Личный прием». В прошлую среду на вопросы жителей Печорского района отвечал исполняющий обязанности руководителя муниципалитета Антон Ткаченко. Спустя неделю ответы появились на официальном сайте администрации. Ольга Коняева знает, какие проблемы волнуют жителей Печорского района. Пожалуй, самый актуальный вопрос для жителей Печоры сейчас – тепло в квартирах. Не всем отопление дали вовремя. К тому же люди остались и без горячей воды, и далеко не на 21 день, как положено по закону. В этом году у нас отключили воду первый раз где-то с середины мая по начало июня на 20 дней. Потом отключали воду с 1 августа по 14 сентября. Компания ссылалась на бесконечные ремонтные работы, капитальный ремонт, они каждый год нам об этом говорят. И уже стало на улицу холодно, и по ночам был минус, и отопление, тем не менее, тоже не давали. И отопление дали только 20 сентября. А сейчас батареи в квартирах чуть теплые. В эфире личного приема Антон Ткаченко заявил, что власти не оставят этот факт без внимания, и просил жителей сообщать обо всех претензиях к Печорской тепловой компании. Однако, судя по ответу градоначальника, тепловики до сих пор не несут ответственности за некачественную работу. Ну а какое решение проблемы вы видите? Ну, решение проблемы, я думаю, следующее. Мы, дай бог, окончательно сейчас в отопительный сезон войдем, то есть вот этот последний уже объект. Ну и на следующий год наши взаимоотношения будут строиться на плановости, конкретности, гарантийности и так далее. Если этого мы не увидим, мы готовы, как владелец этих сетей котельных, вплоть до смены в случае организации. Жители поселка Новая Березовка поинтересовались, решится ли их давняя проблема по очистке воды. Руководитель муниципалитета пояснил, Горводоканал уже готовит документы на стационарные очистные фильтры, закупить которые планируются до конца года. Этот же срок Антон Ткаченко поставил для решения другой проблемы – транспортное сообщение с поселком Кедровый Шор. Нами будет закуплен автотранспортное средство и, скажем так, за счет бюджета, в каком формате. То есть, скорее всего, мы рассмотрим вопрос либо создания там, либо автотранспортного предприятия, либо это дадим нагрузку одному из существующих муниципальных предприятий. Когда в Печоре, наконец, сдадут дома первого этапа программы переселения? Этот вопрос обитатели аварийных деревяшек задавали даже через администрацию президента. Но ключи от новых квартир им пока так и не выдали. Сейчас в городе достраивается 11 объектов. А рабочие, которые эти дома возводят, оказывается, сидят без зарплаты. Работаю в компании ООО «Домстрой», МКД «Строй» по программе переселения из аварийного жилья. С мая этого года перестали выплачивать нам зарплату. Как действовать? Что нам делать? Будет ли работать лыжная база в Озерном, которую градоначальник обещал открыть к сентябрю? Когда появится водоснабжение в общежитиях Печоры? И почему плохо работают управляющие компании? Конкретных ответов на все эти и некоторые другие вопросы Павел Ткаченко в эфире телеканала Юрген как и на сайте администрации Печоры так и не дал. Ольга Коняева, телеканал Юрген.